Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать! Сегодня снимаю видео по запросу. Буду отмывать кухонные кастрюли, крышки от кухонных кастрюль. Предложу вашему вниманию два способа. Первый способ будет без использования бытовой химии. Второй способ с использованием химии. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Надеюсь, что видео для вас окажется полезным. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. У меня, друзья, как обычно, очень грязные образцы для того, чтобы показать вам, что способы, которые я предлагаю, действительно работают. Первый образец вот такая вот кастрюлька со стеклянной крышкой. Когда варишь бульон, очень часто внутри кастрюли образуется вот такая вот полоса в виде засохшей еды. У меня эта полоска не отмывается даже в посудомоечной машине. Поэтому буду отмывать ее вручную. Затем почищу чайник. На чайнике у меня нет толстого слоя нагара. Есть небольшие точки липкого жира и вот такие вот разводы от воды. Чайник не блестящий, поэтому его нужно почистить. И на крышечке имеются вот такие вот известковые отложения. И последний образец это набор кастрюль со стеклянными крышками. Смотрите, тоже разводы, пятна. Крышку я разберу. То есть вот здесь вот откручу болтик для того, чтобы все хорошенько промыть. Вот таких вот две крышки и две кастрюльки. Также вот на донышке есть грязь. Вот здесь внутри все это очищу. И самое главное верну блеск посуде. Посуда не блестящая. Вот. Начну чистить посуду при помощи бытовой химии. Мне очень нравятся два средства. Это Сиф-крем и средство от Дома Фаберлик. Крем для металлических поверхностей. Это средство подходит и для нержавеющих кастрюль, и для алюминиевых. И крышки хорошо отмывает. Оба средства хорошо расщепляют жир и удаляют легкий нагар. Сложенный нагар со сковородок ни то, ни то средства не удалят. Кастрюлю буду чистить средством Фаберлик. Распределю его по поверхности и оставлю на 5 минут. Чайник почищу при помощи Сиф. Специально выбрала различные средства, чтобы показать вам, как они работают. Для того, чтобы у вас был выбор. Если вы смотрите мой канал, доверяете мне. Точно так же распределяю средство по поверхности и оставляю на 5-10 минут. Тоже средство хорошо придает блеск, расщепляет жир, удаляет легкий слой нагара. И кастрюльку с засохшей пищей я буду чистить без использования бытовой химии. Сейчас покажу вам, как я готовлю эту пасту. Я считаю, что паста универсальная. Очень хорошо она чистит, возвращает блеск, быстро готовится. Из простых доступных ингредиентов абсолютно не имеет никакого запаха. Я все на кухне чищу именно этой пастой и всегда вам ее рекомендую. Можно чистить и противни, можно чистить стеклянную, металлическую, алюминиевую посуду. Абсолютно любую. Мне сегодня нужно почистить одну кастрюльку, поэтому беру обычный порошок горчицы, одну столовую ложку. Добавляю одну столовую ложку соды, потому что сода, хозяйственное мыло и горчица, они расщепляют любой жир, делают его мягким, податливым. Добавила соду, горчицу и теперь это все развожу хозяйственным мылом. Добавляю хозяйственное мыло до консистенции такой вот жидкой сметаны. Все средства у меня максимально поконтактировали с грязной поверхностью. Теперь кладу их в мойку и начинаю чистить. Первое средство я делала сама, здесь у меня есть горчица, поэтому воду включаю максимально горячую, но терпимую для рук. Друзья, абсолютно чистая посуда. Смотрите, какая блестящая крышка. Я протерла ее салфеткой. Внутри кастрюля чистая до скрипа, нет полоски из пригоревшей пищи. Кастрюля тоже чистая, блестящая. Сейчас я ее протру салфеткой, для того, чтобы вам более наглядно показать результат. Вот, смотрите, все внутри чисто. Далее чищу кастрюлю, которую я отмывала средством Фаберлик. Кастрюлю я почистила, они идеально чистые, все блестящее. Смотрите, чистая крышка, чистое стекло и самое главное, все блестит. Средство Фаберлик действительно придает блеск металлической посуде. Вот, такое чистое стекло, внутри все чисто. И давайте покажу сами кастрюльки. Смотрите, все чистенькое. И последним чищу чайник. Напомню, что я его чистила средством СИВ. Друзья, чайник великолепно чистился от жира. Вот в этом месте были известковые отложения. Они прекрасно отмылись. Сам чайник блестящий. И дно у чайника также чистое. Поэтому, друзья, все три средства, которые я вам сегодня порекомендовала, одинаково хорошо работают, хорошо чистят посуду. И самое главное, возвращают ей блеск. Запрос подписчиков был именно такой, как почистить посуду, чтобы она вновь стала блестящей, как новая. Вот эти три средства великолепно справляются с поставленной задачей. Единственное, то средство, которое я делала сама, из соды хозяйственного мыла и горчицы, очень быстро смывается водой. Поэтому абсолютно не остается на поверхности. В этом его огромный плюс. Средство же бытовой химии смывается с поверхности в три раза дольше. Поэтому решайте сами, какое средство вам подходит лучше. Либо то, которое делается своими руками, либо то, которое легко и просто можно купить в магазине. Напишите в комментариях, чем вы чистите посуду до блеска. Информация будет интересна не только для меня, но и для других подписчиков канала. Может быть, у вас есть свои интересные, проверенные рецепты чистящей пасты, чистящих средств. Друзья, обязательно пишите. Также укажите в комментариях, какое из средств вам понравилось больше всего. Всем вам огромное спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.